Казанская икона Мы женаты уже 28 лет, мы венчались, наша любимая икона, икона Казанской Божьей Матери, поэтому мы всегда очень хотели приехать именно на Казанскую, именно на этот праздник, очень популярный, очень чтимый в нашей стране, нашими людьми, именно ваш прекрасный город Казань. Праздник 4 ноября связан с историческими событиями 1612 года. Изгнанием поляков из Москвы тогда чудотворный образ был главной святыней ополчения Минина и Пожарского. В этот день в едином строю священнослужители, курсанты танкового училища и, конечно, верующие. В руках хору, гвизнамена и собственные иконы. День Казанской иконы Божьей Матери совпадает с государственным праздником, Днем Народного Единства, и это поистине символично, ведь именно вера объединяет сегодня тысячи и тысячи православных. Конечная точка – мужской богородицкий монастырь. Здесь православных встречает владыка Феофан и праздничный молебен. Все радостные, праздничные, все после литургии причастились. Самые лучшие чувства. Остаешь все равно, но не чувствуется вообще, потому что святой праздник Богородица сил дает. Не так сложно идти было. Ощущение живости, что ли, возвышенности, какое-то ощущение новой жизни, как будто бы. Поздравляя православных, владыка Феофан рассказал об истории праздника и напомнил, что сегодня важно сохранить общую веру. Мы живем в мире и согласии. Мы, пожалуй, один из тех регионов, который может дать пример единства и согласия не только для России, но и для всего мира. По преданию, именно здесь, на территории монастыря, после страшного пожара Богородица явилась 80-летней Матроне и велела откопать свой образ на пепелище. Сегодня на месте обретения иконы возводится собор. Строительство собора идет по графику, но точная дата окончания работ пока неизвестна. Поэтому сегодня молитвы верующих обращены к тому, чтобы казанская икона Божьей Матери как можно скорее обрела свою обитель. Зарина Ахмед, Валмазь, Зейдинов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова